Всем привет! Сегодня мы поговорим о дуплексе. А конкретно мы узнаем, почему дуплекс быстрее приведет вас к финансовой свободе, почему банки вас будут любить и давать вам деньги без никаких проблем, когда вы инвестируете в дуплексы, и как можно на этом построить огромное портфолио и стать финансово-независимым еще быстрее. Об этом в этом видео. А вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, вместе будем развивать наш канал, где буду с вами делиться всеми новостями недвижимости, всеми секретами, все, что происходит в экономике, в Канаде и за рубежом. Итак, поехали! Несмотря на то, что слово дуплекс у всех на слуху, не все понимают, что это такое. Некоторые считают, что это два дома, которые склеены вместе, другие считают, что это бейсмент и первый этаж, третьи считают, что это поделенный пополам дом. И все правы. Дуплекс, неважно как он построен, это две единицы жилья в одном доме. Почему это сейчас стало возможным? Потому что правительство Канады, даже не Канады, можно сказать, Антарио больше, приняло новый закон о изменении зонинга по всему Антарио. То есть сегодня дуплекс и триплекс можно строить на любом участке земли, если позволяет место. То есть, если раньше нужно было менять зонинг, то сейчас это делать не нужно. Главная причина в том, что огромная нехватка жилья, и правительство пытается найти способы, как сделать так, чтобы вместить больше людей на одном и том же участке. И дуплексы хорошо этому помогают. Чем все-таки, какие плюсы дуплекса? Первое. Дуплекс приносит, естественно, больше доход. Второе. Вероятность того, что дуплекс будет целиком простаивать ниже, чем вероятность простаивания целого дома. Третье. Банки очень любят финансировать дуплексы, потому что знают, что он более экономически выгоден. Четвертое. Дуплекс лучше держит цену во времена кризиса. Пятое. Новая созданная единица жилья, если вы решили создать дуплекс не под рент-контролем, потому что это новая единица жилья. И еще много и много таких плюсов есть. В чем же минусы? Первое. Могут быть конфликты между двумя семьями, но это могут быть конфликты и в таунхаузе, и в кондо, где угодно. Обычно жильцы с меньшим достатком идут в дуплексы, так как не могут позволить себе снять целый дом. И третье. Купить готовый дуплекс очень-очень сложно, так как предложение на рынке продаж очень-очень маленькое. Никто не хочет продавать корову, которая несет молоко, правильно? Поэтому это очень тяжело найти дуплекс. Итак, давайте обсудим, какие дуплексы бывают и как сделать этот дуплекс. Как я и сказал, найти готовый дуплекс чрезвычайно сложно. Дуплексы бывают разных конфигураций, они будут разделены вертикально быть, горизонтально, как угодно. Главное, чтобы там были две единицы жилья и чтобы они функционально работали. Поэтому наша бригада занимается тем, что мы покупаем single-family дома, то есть дома на одну семью, и перестраиваем их в дуплексы. Какой процесс для того, чтобы это сделать? Давайте посмотрим процесс создания дуплекса, а самое главное, пройдемся по цифрам, сколько это все нам будет стоить. Вот здесь у меня есть такая сводная таблица, которую я использую, когда мы делаем тот или другой проект. Нам надо купить дом, правильно? Купить дом, обычно это дом от 600 тысяч и выше на сегодняшнем рынке. Обычно занимает одну-три недели, пока мы найдем подходящий дом. Иногда мы находим его с первого раза, иногда приходится немножко поискать. После этого мы делаем профессиональную инспекцию дома, чтобы понять, или этот дом подходит по дуплексам. Конечно, как правило, зайдя этот дом, мы 99,9% вам скажем, подходит ли дом под дуплекс. Но иногда неплохо сделать и инспекцию. Инспекция длится 2-3 часа, стоит обычно 400-500 долларов, примерно так она стоит. И делается инспекция на первой неделе после того, как оффер был наш принят. Далее, мы должны сделать планировку нашего дуплекса, то есть пригласить инженера, который построит чертеж, так как этот дуплекс будет выглядеть. Опять же, мы идем с этим инженером вместе, потому что инженер-то построит, но нам надо сделать, чтобы он был максимально выгоден и приносил максимальные деньги. Поэтому иногда планировка играет большую роль, какого размера сделать комнату, какого размера сделать кухню, где ее поставить. Это все уже у нас навыки. Мы сделали более сотни таких вот проектов, наверное, 200-300 проектов я никогда не считал. И поэтому опыт уже и глаз у нас набит. И такой вот, например, многие думают, сколько это может стоить. Это может полторы, две, три тысячи стоит в зависимости от инженера, в зависимости от размера дома. Стоит построить, сделать чертеж для того, чтобы подать его в муниципалитет на разрешение. Обычно берет одну-две недели, пока все сделали замеры и нарисовали этот чертеж. После этого мы идем и утверждаем план построения дуплекса в муниципалитете. Опять же, в зависимости от загрузки муниципалитета, это может занимать от 4 до 8 недель утверждения. Все равно это очень быстро. Например, построить дом нам занимает, бывает, года, пока нам получить разрешение. Здесь же довольно-таки быстро. Стоит это обычно от 1000 до 2000 долларов примерно вот это разрешение. Это в зависимости от размера дома. И как только мы все это проделали, мы начинаем сдавать от дома. Как правило, после закрытия сделки мы получаем ключи, делаем небольшие там изменения, чтобы мы могли начать делать ремонт нижнего этажа и начинаем сдавать верхний этаж. Почему? Потому что сдав верхний этаж, мы уже покрываем большую часть наших расходов. Обычно занимает 1-2 месяца сдать верхний этаж. Не потому что занимает долго, еще пока жилец едет, обычно ему надо дать предупреждение в другом месте где-то за месяц. Поэтому это занимает где-то от 1-2 месяцев, чтобы сдать верхний этаж. И мы начинаем строительство. Строительство дуплекса может занять 60-70 тысяч и даже выше, может и 100 тысяч, в зависимости от размера. Вы практически строите все заново. И, естественно, построение такого дуплекса, наверное, займет от 8 до 12 недель. После этого, как вы это закончили, вы можете начинать сдавать этот дом. Понятно, что в течение 8-12 недель, когда строится этот дуплекс, приходят инспекции, каждый раз проверяют, как продвигается строительство, проверяют те или иные функциональные вещи дуплекса. И все это происходит в этом фрейме 8-12 недель. Как только мы это закончили, мы начинаем опять сдавать нижний этаж. И это занимает тоже где-то 1-2 месяца, пока мы это сдаем. Итого занимает около 3-4 месяцев с того момента, когда мы получаем ключи, пока дом полностью заселен. Учтите это, когда вы планируете свои финансы, что дом может какое-то время простаивать. Обычно на постройку дуплекса, на покупку дома и постройки дуплекса, вам нужно иметь капитал где-то в районе 180 тысяч. Ну, более реально, наверное, 200-230-250 тысяч нужно иметь денег. Обязательно, не обязательно это ваши деньги, это можно использовать кредитную линию. Но это то, что вам нужно для того, чтобы превратить обычный отдельно стоящий дом в дуплекс. Многие ошибочно полагают, что купив дом, который уже разделен на 2 юнита, они уже купили дуплекс. Но это не так. Если этот дом не зарегистрирован в муниципалитете как дуплекс, он не является дуплексом. И вас быстро накроют, потому что муниципалитеты сегодня следят, чтобы дома сдавались легально. Поэтому я знаю, что многие агенты могут этого не знать. Я знаю, когда приходим, я продаю дуплекс, приходят агенты и не понимают разницу в цене продажи дома дуплекса. Или дома, который не дуплекс, он уже имеет 2 юнита. И я объясняю, что это стоит дороже, потому что там надо все еще перестраивать. Также они могут объяснить неправильно своим клиентам. Поэтому, знаете, 2 юнита не является правом на сдачу 2 семьям. Даже если перед этим это сдавалось. Что же нужно для того, чтобы сделать его легальным? Не важно, как он сделан, красиво он сделан и что там сделано. К сожалению, его надо весь разломать. То есть, когда мы заходим в бейсмент, мы снимаем практически все там. Ну, может быть, если есть ванна, ванна останется. Ну, может быть, если есть кухня, могут сказать, снимите кухню, все стенки и поставьте кухню потом на место. Но, тем не менее, все стены надо снять. Полы, да, остаются. Потолок снимается, все снимается. Мы видим только фрейм, видим только каркас. Почему это делается? Потому что инспектор приходит и проверяет или каркас, и все сделано по коду. После этого надо провести электричество должным образом. Надо что-то изменить с электричеством. Добавить, например, сделать 100 ампер, если нужно. Скорее всего, нужно, не может меньше, чем 100 ампер, тянуть 2 дома. Пламбинг провернуть, то есть, должен прийти сантехник, провести трубы, как правило. Все это контролируется инспекторами. За всем это отвечают наши бригады, которые уже сделали десятки, если не сотни дуплексов. И знают, как работать правильно с инспекторами, знают всех инспекторов в лицо. Поэтому это намного проще прохождение всех дней инспекции. Не потому, что они закрывают глаза, а просто всегда личный фактор играет роль. После этого вы должны все это обшить заново гипсокартоном, который специальный огнеупорный гипсокартон. Плюс надо сделать специальную систему сигнализации от пожара, от углекислого газа. От всего нужно сделать по всем правилам. Поставить железные двери, там где положено поставить железные двери. Но самое важное в дуплексе должно быть два выхода. Один это вход в дуплекс, понятно, что как надо в него войти. А второе, как можно выйти, если вдруг начнется пожар. Часто это бывает большое окно. Но не думайте, что одно большое окно решит все проблемы с окнами в доме. Иногда да, но надо проверить количество света в доме. Потому что есть определенная формула, которая рассчитывает размер окна по отношению площади пола. И в каждой комнате это соотношение разное. И это тоже должно соответствовать. Все это нужно проделать, чтобы сделать его легальным. А теперь бы я хотел бы с вами пройтись по одному из примеров недавно созданного дуплекса. Здесь в городе Берри. И пройтись по цифрам, чтобы вы поняли, о чем вообще идет речь. И почему именно мы делаем дуплексы. Вот, например, дом был приобретен за 750 тысяч. Естественно, 20%, которым мы должны были инвестировать, это будет 150 тысяч долларов. Мы заплатили там property tax, заплатили за адвоката, инспекцию. У нас были какие-то затраты на строительство. И вот мы видим, что суммарно мы затратили 230 тысяч долларов, чтобы сделать проект дуплекса. Выплаты по моргиджу такого проекта это будет 3040 долларов в месяц. Налоги тоже в районе где-то 340 долларов в месяц. Страховка дома где-то 120 долларов. Итого, получается, мы видим расход где-то 3500 долларов в месяц. Сдается такой дом где-то в районе 4200. То есть 700 долларов кешфлоу. Это колоссальные цифры. На сегодняшнем, а это подсчитано под очень высокий процент, под 4,5% фиксированный моргидж. Сегодня можно получить такой. Можете представить, когда он вернется обратно 1,5-2%, какие будут прибыли. Это будет 1,5-2 тысячи в месяц. Поэтому нужно сеять семена сейчас. Как говорил, я помню, один из известных людей. Он сказал, что сейчас зима, то есть мы в кризисе. И понятно, надо напрячься, что-то сделать. Но семена надо сажать сейчас. Потому что не думайте, что вы будете снимать плоды, когда все расцветет, если вы ничего не посадили. Поэтому садить нужно сейчас. Или как говорил Ротшильд, покупайте тогда, когда кровь на улице. Даже если это ваша собственная кровь. Так это, к сожалению, нужно. Теперь посмотрим, почему мы именно сделали дуплекс. Представьте себе, что этот дом, ничего мы там не делали. Мы взяли и сдали его целиком. За 3 тысячи в месяц. Понятно, что в этом случае у нас минус 500 долларов кешлоу. Это, конечно, не супер страшно. 500 долларов мы можем себе позволить. И если мы возьмем всю картину в целом, то мы увидим, что за 5 лет в этом доме будет выплачено 53 тысячи долларов моргиджа. Плюс, если мы возьмем расчет, что цена будет расти на 6% в год, то мы увидим, что 370 тысяч долларов это примерно то, что мы заработали за это время. То есть, посчитав, сколько мы заработали и поделив, сколько мы вложили, у нас 262% или 52% в год доход на нашу инвестицию. Что это очень неплохие цифры. Вы попробуйте сегодня 50% получить в банке, может быть 5% получите, да, может чуть-чуть больше. То есть, настоящие деньги делаются на real estate. Цифры с дуплексом очень похожи. Я не хочу сейчас бежать по всем цифрам, но мы видим, что если мы сдали за 4200, у нас есть 700 долларов кешлоу, который надо тоже просто суммировать за эти 5 лет. Плюс добавить все вот эти вот доходы от погашения моргиджа и роста цены. Здесь доход составил 465 тысяч долларов. И это где-то 40% в год. Видите, чуть меньше, да, чем 50%. А мы затратили деньги, вроде строили дуплекс. А почему же все-таки люди это делают? На самом деле, главная причина это кешлоу. Потому что в том случае мы вытаскивали из кармана 500 долларов, а здесь мы получали 700 долларов. Никто не знает, сколько времени продлится кризис и сколько раз он повторится, пока вы будете держать недвижимость. А если у вас их много, а если у вас таких 5 или 6 дуплексов, все-таки отдавать 3000 в месяц уже сложновато. Лучше, конечно, получать эти 3000 долларов в месяц. Поэтому дуплекс в этом отношении более стабильно нам дает продержать инвестицию как можно долго. Потому что в итоге мы все зарабатываем на росте цены. Кроме того, банки вас любят больше, когда у вас есть кешфлоу. И поэтому получать новый и новый моргидж на следующие дома будет вам намного проще, если есть кешфлоу. Если же у вас оно отрицательное, 1-2 дома максимум и банк вам скажет, стоп, приехали. Больше вам моргидж не дадим. Поэтому это играет большую роль именно для создания портфолио. Если вы собираетесь купить только один дом, может это не играет роли. Но за одним домом, я не знаю, ли стоит даже начинаться. Мы хотим все-таки сделать финансовую свободу. А это в других видео у меня очень часто прослеживается. Именно как построить за короткий срок свою пенсию так, чтобы перестать работать и уйти на пенсию молодыми и богатыми. Что делает наша команда? Все очень интересно. Мы сделали очень много дуплексов. У меня у самого 8 дуплексов. А построили мы, наверное, около 300 дуплексов в разных городах. Команда обученная. Мы знаем, какие дома подходят. У нас есть уже проверенные контракторы, инженера, которые работают вместе с нами. И даже если вы не хотите ничем заниматься, не беда, мы тоже можем вас заменить. Мы можем сами подобрать дом, пойти с инженером подобрать лучшую планировку. Выбрать контрактор, который будет с вами работать. Провести с ним переговоры, получить хорошую цену, пройти все инспекции и сдать даже дом ваш в аренду и отдать вам только ключи. Конечно, это стоит каких-то денег, но это не огромные деньги. И все это вам позволит просто получить турки Солюшн, а потом только получать вот эту прибыль в будущем. Ну, естественно, тот рост, который мы получаем со временем. Потому что, как говорил Марк Твен, покупайте землю, ее больше не производят. Поэтому для построения правильной стратегии, если хотите узнать конкретно, как в вашей ситуации построить так стратегию, чтобы купить один дуплекс, два дуплекса, может не дуплекс, может триплекс, запишитесь в описании на 30-минутную бесплатную консультацию, где мы все с вами это обсудим и попробуем построить ту стратегию, которая подходит именно для вас. А все остальные, кто смотрит видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Вместе будем продвигать этот канал, в котором я буду делиться всем возможными секретами недвижимости, новыми стратегиями, новостями недвижимости, экономики в Канаде и за рубежом. До встречи на следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok